Всем привет, друзья! Сегодня поповали на свадьбу Алены и Игоря. У всех должно быть отличное настроение. Давайте пообщаемся с гостями, спросим, как, что вообще, кто здесь. Все мысли, вот, все что на душе. Отличное настроение, отличная погода. Что мне о женихе думать? Думаю только о хорошем. По Игорю надо книги писать или кино снимать. А в какой-то день рождения они потеряли ключи от машины в мусорном баке. Когда мы были маленькие, Вова, он старший брат. И старший значит умный, старший значит самый авторитетный. И вот наша мама всегда записывала интересные фразы, которые мы детьми произносили. И вот эта фраза из бабушкиной тетрадки. Сидим мы за столом, и Вова задает младшим сестрам вопрос. А вы знаете, что такое любовь? Я немножко стушевалась, потому что старший брат, наверное, знает лучше, чем я. А младшая сестра ответила, конечно же, я знаю. Это Любовь Михайловна в нашей группе. Так вот, наверное, вот эта история про любовь во всех ее проявлениях, наверное, нужна на свадьбе. Я помню, как Аня с Аленой что-то не поделили. Вцепились друг к другу волосы, и бабушка их разнимала. Это самое такое запоминающееся событие из детства. А выяснили, что они не поделили? Я уже, если честно, не помню. Ну, Аня и Алена у нас рождены в один день. Вот, только с разницей в год. Видимо, знак зодиака сделал свое дело. Человек, который всегда стремился к знаниям. Тот, который всегда учился, всегда делал уроки. Человек, который... Не тусовался. Да, хотел чего-то достигнуть. Кроткая девочка, придешь к ним в гости, возьмет шоколадку, спасибо, и пошла делать уроки. А я Никита знаю Игоря. У меня нету зубов в трудозоступных местах. Игорь, самый классный парень города Калининграда. Спокойно. Он же уже женат, поэтому... Мы еще не знаем. Только веселый парень. Что если тут начинать рассказывать, то свадьба закончится. Важно. Важно то, что Алена сделала свой выбор. Он ее полностью устраивает. Я думаю, она испытывает самые положительные эмоции в своей жизни. На сегодняшний момент. Она счастлива. Нет, только нет истории. Что? История про болгаров. Все, поехали. Не про болгаров, а про Болгарию. В Болгарии живут болгары. В Болгарии живут болгары. В Болгарии были не только болгары. И Филипп Киркоров, я понял. Низкий вам болгарский поклон. Поехали. В общем, это обязательно история. Я хотела обобщиться. Игорь. Игорь самый лучший город Калининград. Самый обаятельный, привлекательный. А жена у него все равно лучше. Понимаете? Он лучший, а она самая лучшая. Поэтому замечательная пара. Мы желаем всем счастья. Мы их всех очень любим. И мы рады за них, что они встретили друг друга. Экономика. Еще раз экономика. Он учился на бакалавры. Сидим, короче, за одной партой с ним. Так. В лицее. Так вот, да. Там пара идет. Сидим, все пишут, все нормально. А Игорь сидит и вышивает. Он делает все, что связано с деньгами. Он зарабатывает деньги. Зарабатывает деньги. То есть это прям вот призвание. Да, да. Да, я хочу, чтобы так продолжил. Ну, кроме... Я понял. Я понял. Я понял, да, мама рассказывала, что он зарабатывает деньги. Он, чем он зарабатывает? Занимается по жизни. Он отдыхает и любит свою жену. Никогда не дари Алене цветы в целлофане. Или в целлофане, как правильно сказать. Она любит вот эти вот картонные штучки. Крафтовая бакалавра. Да, вот. Никогда. И ни одну розочку, пожалуйста, букет. Все. Дожил до 87 лет. Вот. И сейчас смотрю на эту молодежь, которая здесь собралась. И у меня душа разрывается. Я стал тоже с ними вместе моложе. Чем еще Полина похожа на Алену? Это свои, так скажем, приятные манеры речи спокойные. И тем, как она расстраивается. Потому что за 4 года, которые я знакома с Аленой, она расстраивается как-то вот так. Ну, понятно. Ну, ладно. А зачем ты ее расстраиваешь? Не, я расстраиваю. Мы работаем вместе. Иногда случаются ситуации, да. Работа расстраивает. А чем занимается Алена? Алена сейчас с 6 июля. У нас старший кассир в магазине Бершка. Мы с чем ее, между прочим, поздравляем. И желаем ей дальнейших успехов. Вот. Она заведует, так скажем, семью нашими кассирами, которых воспитывает, которым рассказывает, как вести документацию и так далее. Это любовь к цифрам или что? Это любовь к деньгам, я вам сказала, потому что зарплата все-таки неплохая. Кратко, сестра таланта. Я желаю молодой семье достичь максимальной гармонии в своих отношениях, при которой бы они в каждом эпизоде своей жизни различали максимум оттенков 50 серого, ну, в том числе. Меня зовут Максим, больше всего я люблю девушек. На второй парте, прямо перед учтением, сидит и вышивает. А в первых, между вышиванием он сидит и смотрит бригаду. Ох, этот Игорь, это вообще сложная, на самом деле, история. Вообще с ним связано очень много историй, но... Что можно сказать о женихе, если жених на мальчишнике тусовался дня 3-4? Значит, он просто самый веселый жених, наверное? Без вариантов. Ну, я не знаю. Что у меня спрашивают? Я не знаю. Жених 4 дня дома не было, пришел, а Алена только через неделю пришла. Это как называется? Давай-ка про девичник что-нибудь расскажем. Был такой же веселый, как и мальчишник. Мы поехали с Аленой в Болгарию, это был наш первый совместный отдых. Как бы это ни прозвучало. И отличное было лето, я думаю, Алена его помнит. Вот, и потом, опять же, мы вместе переехали в Калининград. Вот, но здесь мы решили остановиться. Типа так, слушай, Алена. У нас закончился бензин, давай остановимся здесь. Это по пути из Болгарии. Куда вы ехали? Да, главное, чтобы ты ее не убежала. То мы приедем всей толпой из Курска. А ехать далеко? Это угрозно. Ну, вообще, да. Но мы приедем. И не все до вашего Калининграда смогли добраться. А вы смогли? А мы, да, вот. Нет, мы путешествовали. Наше путешествие закончилось в Калининграде, но... Вы не представляете, вот, у нас миллион населения. У всех одна и та же мысль с утра встает, почему мое путешествие закончилось в Калининграде. Е-е-е, бой, е-бой. У нас самый крутой чел, потому что он на эксклюзиве. Он в особых тапках. Диман, покажи. Покажи, Диман. Опусти камеру. Покажи это. Пошел в шею. Ко мне на пару, и мы сидим в аудитории, довольно пьяненькие, там, мы гуляли всю ночь. Я решил не прогуливать, он меня поддержал, прям буквально, пошел со мной. И... Занес, занес максончиком. Максончик, держись. Порядочный. Любит потусить, любит побухать. Ну, что тут стоить. Игорь любит побухать, а Алена любит, когда он трезвый. И в этом-то и вот вся соль получается вот этой вот всей пары. Потому что он забухает, а как бы он приходит, а он весь такой... Алена такая, ну, ебаный, а что это, ебаный, ну, что блядь, опять? Как бы вот в этом вся... Вот если Игорь не будет бухать, то для Алены это вообще самый идеальный человек на свете. Мне кажется, она идеальная пара. Но если он не будет прибухивать, то в чем тогда будет вот эта вот вся эта фишечка их? А чем он занимается, вы знаете? Занимается в каком плане? По жизни. Ну вот, кто он? Ай, он решил поднять руку и спросить преподавателя при двух группах, что делать здесь у меня устал член. Преподаватель его не расслышал или сделал? Видишь, что не расслышал? Он повторил. Расслышали точно все. И потом Игоря попросили выйти. Но он вышел спокойно вместе с охранником, который его еле вымонтировал. Всяких шуток говорить как есть. Игорь мой лучший друг, он мой одногруппник, мы с ним познакомились в университете. После чего мы поняли, что мы с ним просто все одно целое, не разлива вода, люди там одно мышление, мнение и так далее. Все, Игорь, ты мой лучший друг, я твой свидетель, ты мой жених, все, мы с тобой forever, короче. Ну, не, ладно, пускай все знают, у всех свои секретики, но это вот именно такое самое запоминающее, потому что я реально пытался что-то вспомнить, но, увы, все связано либо алкоголем, трэш, движухи, все, что вам уже рассказали, все как бы, все то же самое. Что у нас с Аленой? Алена старательная, красивая, обаятельная, терпеливая. В общем, можно перечислять кучу ее достоинств, и просто эта девушка, я не знаю, ну, в ней нет минусов, по крайней мере, я не замечал. Ну, Алена у нас, она всегда как такая знайка, она всегда спокойная, уравновешенная, она любила всегда много читать. И вот в один прекрасный момент соседи начали звонить маме, потому что вода лилась из окна квартиры, никто не мог дозвониться в квартиру, никто не мог понять, что же происходит. на самом деле Алена была в наушниках, слушала что-то очень занимательное и увлекательное, и поэтому спасали практически весь дом. Она зачиталась и забыла про воду какую-то, да? Нет, это прорвало трубу, но она не слышала ничего, потому что была увлечена чтением. А, ну, вроде как она и не виновата получается. Ни капли. А вы знаете, что Игорь у нас мега-мега-тусовщик? Я вот знаю, что… Это я уже поняла. Из его уст я слышал что-то про криптовалюту. А это секретная информация. Игорем были на спецзадания, в общем, у него были небольшие проблемы с полицией, там, ДТП, не ДТП, а ДПС, там всякая такая фигня. У нас было еще два парня, да, мы четвером сделали, сняли квартиру. И так получилось, что мы с ними договорились, и они нам подкинули задание, супер-секретное, супер-шпионское. Ну, Игорь такой звонит мне, говорит, Диман, ты со мной или нет? Я ни секунды не думаю, говорю, да. Первый раз такое вижу. Один советовал, второй снимал на видеокамеру. На третьей неделе драки, потом на четвертках опять алкогольный запой, потом все лето вообще не выходили. В общем, что ему сказать, он только жестко отдыхает. Нас показали по телевизору, и все прошло удачно. Игорь, это между нами, никто об этом никогда не узнает, наш маленький секретик. Потому что был мальчишник. Я не буду всех карт рассказывать, у нас, короче, с Игорем тоже немного разъединились. Мы в конце мальчишника тоже встретились, но отдельно мы тоже расходились там где-то на один день, потом опять вместе отдыхали. Ну, так получилось, что, в общем, я с дома упал, короче. Можно, чтобы жести было поменьше, но чтобы заканчивалось все так же легко и классно, как и сейчас. Потому что все, что произошло с нами за последние годы, не знаю, то, что мы живы, это уже хорошо. Он муж моей дочери. Так, это его теперь нынешний семейный статус. А вот как он себя реализовывает? Что вы знаете об этом? Я думаю, что он занимается чем-то важным, очень. Сказать, что Игорь работает душой компании, вот это точно про Игоря. Человек, который держит буквально на своих плечах гигантских нашу маленькую компанию. Этих пикантных историй больше, чем не пикантных. Поэтому каждая его история практически пикантная. Мы, мы вот именно, которые мы, которые без девушек, и даже не он, мы подкатили там к девчонкам. И они подумали то, что мы футболисты. Говорят, мы смотрим, яхта подъезжает. Ну и какие-то ребятки все одной комплектации, все такие красивые, молодые. Мы подумали футболисты. Ну и вот там вот стоит Максим Будей, вот в красном галстуке, как у меня. Мы с ними вечером должны были пойти погулять, но в итоге у нас чуть не сложилось, потому что мы поехали. Сколько раз я с ним был? Семь раз было с полицией, поэтому я не знаю. Пусть он простит меня, что я это говорю, но правда есть правда, пусть все знают. Правда есть правда. У Игоря много друзей в полиции, поэтому не позвать ребят на отдых было бы просто, ну, вообще непростительно. Да, согласен. Не, ну главное же любовь. Какая разница, кто он такой? Если он Алену любит, то горы свернет. А он ее любит. Так что ждем свернутых гор. На ближайшую остановку, где была палатка, он пошел просто в одних шортах, купил все, что ему надо. Я тоже купил все, ну я был более-менее трезвый и немножко приглядывал. И он просто выходит из этого ларька или что это было, у него просто вся нога в крови, он что-то ушиб еще. Я говорю, Игорь, у тебя вся нога в крови. Он такой, а, да? Если бы ты не сказал, я бы даже не почувствовал. Самая красивая, ее не заметить просто невозможно. Только слепой не заметит эту красавицу. Ясное дело, он искал себе сначала красавицу, а потом понял, что это его вторая половинка. Веселую, добрую историю. Добрую историю. Про любовь. Про любовь. Без границ. Я таких не знаю. Я не знаю, как-то палиться не хочется. Но он каждый день так делает, почти каждый день. Но если не каждый день, то через день, поэтому это тоже очень сложно. Спасибо ему огромное за поддержку, за доброту, потому что неоднократно он сколько раз и приглашал, и пили, и отдыхали, всегда за наших кулаки жмет, если вдруг что, он всегда поможет. Ну все, задерживать больше не буду. Коротко, ясно. Игорь молодец. Алена тоже. Алена вообще шикарная. Игорю с ней повезло. Поэтому, если бы не Алена, я бы не знаю, что Игорь делал. Потому что лучше бы он уже сто процентов не нашел. Я помню только первые четыре дня на «Мальчишнике», потом я уже ничего не помню. Купались в бассейне, кушали арбузики, даже почти не пили. В скобочках, потом домой, конечно же, поехали. Думаю, дядя Игорь занимается. Не знаю. Шахматы? Нет. Спит. Спит. Ты задавал вопрос моему Женьку. Винишко будешь? Ну, я был крайне удивлен. Потом, когда через неделю мы с ним встретились, он меня просто не узнал. Потому что, скорее всего, Винишко давал ему в голову. Хороший жених. Что? Чем он занимается по жизни, вы знаете? Я думаю, что он будущий бизнесмен. Очень амбициозный, подающий большие надежды парень. Да. Очень скучный, максимально скучный мальчишник. У меня даже не встал. Больше так не делай. Да, у него не встал. И он как бы решил прыгнуть с крыши. Но он подумал, что он бессмертный. И что самое классное, с Игорем происходит много всякого жесткого, но ничего не заканчивается очень плохо. И я могу пожелать только, чтобы в дальнейшем... Не, жести хватит на самом деле уже. Хэппи энд. Так что все, спасибо. Всем пить, всем отдыхать. И помните. Помните. Запишите номер своего мобильного на руке. Адрес, чтобы таксист мог вас довести до дома.